Заступился за девочку. Молодец, молодец. Заступился за девочку, сложил все ручки, сделал домашку. Это список из дневника добрых дел школьника, такой блокнот в сумке, и в то же время в интернете есть уже трех десятков тысяч татарстанских учеников. Совсем скоро столичные заведения общепитов заведутся вот такими сертификатами качества «Добрая Казань». Увидев его в кафе или ресторане, вы сможете быть уверены в том, что есть детская зона, обслуживание маломобильных граждан и, конечно, система, когда часть выручки идет на благотворительность. А еще «Добрый фудтрак» — коробка в твою пользу для младенцев и квасы для детей с аутизмом. Все эти проекты формируют казанскую культуру благотворительности. При этом развиваться ей еще есть куда. Мне кажется, Казань может принять у других регионов опыт работы с волонтерами, более активного вовлечения обычных людей. Делятся им на форуме участники со всей страны. «Добрый Петербург» славится созданием Содружества Добрых Городов. У представителей северной столицы свой совет казанским коллегам. Мы используем активно это партнерство с бизнесом, с коммерческими компаниями, которые сейчас, последние несколько лет, очень активно развивают корпоративное волонтерство. Активная работа активно и поощряется. Татарстан в тройке регионов по количеству президентских грантов на благотворительность. На ближайшую сессию Казанской городской думы мы выносим вопрос о льготах по имущественному налогу для семей, воспитывающих детей инвалидов. Это решение, которое мы можем принять на муниципальном уровне. Так благотворительность набирает популярность как у власти, так и у населения. Культура добра идет в тренды. Салават Мухамадуллин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань.